Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе второго послания апостола Павла Кфесла Никитца. Как мы уже говорили, второе послание с точки зрения авторства, даты, эпохи написания представляет собой для исследователей достаточно большую трудность. Во второй главе апостол Павел переходит к тем темам, или, может быть, к одной теме, которая, по-видимому, и послужила причиной написания этого текста. В конце концов, может быть, даже если это пишет кто-то из учеников Павла, тем не менее, повод и причина, скорее всего, были теми же самыми. Речь идет вот о чем. Вот некая христианская община середины первого столетия, ну, вероятнее всего, община в Фессалониках, которые формально направили это послание. Хотя, может быть, далеко не только эта христианская община, довольно небольшая группа из, там, где-нибудь двух, максимум трех десятков человек. В основном, конечно, как сказали бы в старой России, из простых, как сам апостол Павел в другом месте пишет, посмотрите, как мало среди вас там знатных, богатых. Вот. И так община из простых, обыкновенных людей, в которой, может быть, и найдется один-два иудея по происхождению, наставленных в законе. Но в основном, конечно, это христиане из язычников. Новоначальные, потому что опыт христианской жизни у них не слишком продолжительный, община существует не так долго. Ну и вот приближается, по-видимому, 70-й год, который был для христиан первого столетия таким рубежным моментом. После того, как в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм, это на продолжительное время, на добрых четверть века, на самом деле, стало такой точкой отсчета, относительно которой надо было переосмысливать все свои представления о жизни, об истории, о том, как действует Бог. И заметим еще, что циркулировавшие среди христиан первого столетия представления о том, что вот очень скоро наступит конец времен, второе пришествие Господа Иисуса Христа, связаны были со словами самого Христа, который говорил на горе Елеонской о том, что указывая, собственно, на храм Иерусалимский, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Заметим еще, кстати, что современные читатели, когда нам на глаза попадаются всякого рода посвященные концу времен тексты, мы, как правило, реагируем вовсе не по-христиански, стараясь куда-нибудь спрятаться, закопаться и всячески вот избегнуть этого. Господь Иисус своим ученикам говорит, когда увидите все сие сбывающимся, тогда вы склонитесь, поднимите голову, потому что приближается избавление ваше. И в первом веке, конечно, отношение к концу света, отношение ко второму пришествию Господа Иисуса, когда Господь будет явлен как молния от края неба до края неба, это отношение было именно таким, как в Евангелии. Тогда поднимите голову, потому что приближается избавление ваше. Это вообще-то очень поучительно для нас, потому что, когда мы видим в распадающемся мире признаки того, что он разваливается на части, и человечество постепенно теряет последние остатки разумности, ну, надо не пугаться, не охать и не обличать, ах, какие вы плохие дураки, радоваться тому, что Бог придет к тому, что приближается избавление всех нас из этого хаоса, из этой власти энтропии. Ну вот, тем не менее, возвращаясь к фессалоникийцам и второму посланию к ним, в какой-то момент, в середине первого столетия, может быть, немного до разрушения Иерусалимского храма, может быть, около 66-го года, когда началась война в Иудее, может быть, вскоре после разрушения храма в 70-м году появилось ощущение, что вот очень близко, очень скоро, вот-вот-вот. И немедленно поэтому нужно все бросить. Ну, действительно, люди переставали работать. Тогда еще, правда, особо не убегали в какие-нибудь там дикие леса, горы или пустыни, но действительно всякую созидательную, осмысленную деятельность оставляли, в том числе и помощь нуждающимся тоже, в ожидании того, что вот-вот наступит конец света. И, видимо, для автора второго послания фессалоникийцам, будь то апостол Павел или кто-то из его учеников, важно было, ну, в общем, противопоставить свою позицию этой такой алармистской, я бы сказал, идеологии. Важно было сказать о том, что, ну, не все так примитивно, и не надо, и жизнь не останавливается. Обратите внимание на то, что, заканчивая первое послание к фессалоникийцам, которое, конечно, принадлежит первому апостолу Павлу, апостол говорит о том, что тот день, день Господень, придет коптать в ночи. Неожиданно, неожиданно. Даже в Евангелии Господь, в общем, говорит о том, что как же так, вы распознаете знамения времен года, а приближение Дня Господнего распознать не в состоянии. Ну вот не в состоянии. Значит, нет, как кажется, никаких особенных признаков, неожиданно, как тать ночью, придет этот день. Наоборот, тому, те, кто были не согласны с этой позицией апостола, полагали, что вот признаки, и вот признаки того, что приближается конец времен. Вот тут сейчас без чего-нибудь не разрешат ни покупать, ни продавать, вот поставят всем печать на лоб или что-нибудь еще. Ну, короче говоря, каждая эпоха и каждое поколение такие признаки себе находит сама. Ну и вот апостол говорит о пришествии Господа Иисуса Христа, просим вас, братья, не спешить колебаться умом и смущаться, что бы вам кто ни говорил, ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. То есть, по-видимому, до Фесслуникийцев доходил некий слух, что вот, а вот Павел там где-то, в этот момент Павел, по-видимому, уже сидел в тюрьме в Риме, вот он там учит, а в конце времен вот тому-то. И это именно слух о послании, как бы нами посланном. Итак, автор этого текста говорит, дорогие братья и сестры, пожалуйста, не смущайтесь, не спешите колебаться умом. И, на самом деле, это очень важная такая вещь. Ну, задумайтесь, задумайтесь. Он же начинает это письмо с того, что благодарит их за то, что они хранят веру и терпят в любви. Говорит, ну вот держитесь за это, не спешите колебаться умом, а то вам говорят, что вот уже наступает День Христов. Ну и, в общем, несколько перпендикулярно Первому посланию Фессалоникийцам автор здесь говорит, день тут не придет, пока не произойдут некоторые события, пока не будет вот нечто. Прежде отступление, причем тут не очень понятно, о чем от отступления идет речь. Ну, христиане-то традиционно используют эти слова как указание на то, что будет там какое-то отступление людей от веры и церкви, и используют поэтому эти слова как дубину, что, дескать, если вы с нами не согласны, то вот это у вас случилось отступление, и это признак конца времен. Не очевидно, что апостол имеет в виду именно это. Вот прямо скажем, нет. Возможно, что он имеет в виду языческое сопротивление и иудейское сопротивление вере. И далее тоже очень спорные слова о том, что откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего. Одним словом, речь идет о том, кого позднейшие христиане обычно называют антихристом. Да, ну и, в общем, я бы сказал, в контексте первого столетия наиболее вероятные кандидаты на прообраз того, о ком апостол здесь говорит. Это император Нерон, мягко говоря, не самый приятный персонаж в истории, и несколько более сложный, но тоже не вот прямо блестящий персонаж император Домициан. И тут и другой настаивали на своей божественности, причем не исключено, что Нерон в нее всерьез верил, что, конечно, является признаком отсутствия психического здоровья. Ну вот, а Домициан, независимо от того, во что он там верил или не верил, он действительно подписывал документы, писал «Господин и Бог Вселенной», требовал, чтобы к нему так относились. Одним словом, это время, когда тот же самый, в каком-то смысле, извечный враг, империя, имперское государство, обожествляющее себя и в этом своем обожествлении, доходящее до крайней степени безумия, вот как и в апокалипсисе, так и здесь, речь идет о людях, которые обожествляют самих себя, пытаются занять место Бога и выстроить некое подобие жизни, замкнутый мир, в котором Богу места не будет, и это место, поднадлежащее Богу, будет занято людьми. На самом деле, понимаете, вот император Домициан, господин и Бог Вселенной, не отличается от аналогичного совершенно лозунга «Слава великому советскому народу строителю коммунизма». Разница невелика, суть одна и та же. Бога нет, а вот теперь вот это, либо отдельный человек, либо группа, шайка людей, хунта людей, являются тем, кто правит миром, кто определяет добро и зло, ну и, соответственно, заставляет всех окружающих поклоняться себе и не поклоняться Богу. Идея, таким образом, именно вот этого противления, и идея того, что мы называем вслед за этим текстом апостола Антихристом, обожествление себя и требование поклонения себе, как мы это видим, кстати говоря, у апокалиптических зверей еще в книге пророка Даниила и увидим также в апокалипсисе Иоанна Богослова. Вот, по-видимому, об этом уже шла речь у апостола в Фессалониках, может быть, и не только в Фессалониках, поэтому пишут, ну разве вы не помните, я же вам говорил об этом, говорил о том, что вот это вот стремление внешней силой, причем силой земной организовать религиозную жизнь, скажем так, условно, заставить всех чтить государственных божеств и сделать религию частью государства, ну даже не религию, религией может и является ее частью, веру, веру, отношение с Богом, христианство в собственном смысле слова, сделать частью государственной жизни, государственной машины, и государственного поклонения. Вот это и есть отступление, вот это и есть антихрист, когда эта антихристова сила пытается, как строители Вавилонской башни, путем насилия, а не любви, лозунгов, а не тихого голоса истины заставить всех поклоняться тем или тому, кому надо, вот этой самой антихристовой силе. Вот эта картина. Вот автор второго послания к фессалоникийцам говорит о том, что но ведь еще вроде бы этого нету, должны же быть знамения, вот, должны быть вот такие знаки, и этот самый самообожествляющийся антихрист во главе государственной религии и самого государства, и другие признаки. Все это должно произойти, потому что будет такое обострение, если так можно выразиться, противостояние между верой и неверием, между верой и язычеством. Скорее, даже эта мысль близка к апокалипсису Иоанна Богослова, а не к первому посланию фессалоникийцам. Вот, кстати говоря, вот этот разрыв между тем, что в конце первого послания говорит Павел, и тем, что здесь, в середине второй главы второго послания к фессалоникийцам говорит его автор, один из важных аргументов в пользу того, что может быть все-таки это был другой человек, который в общем контексте христианской мысли первого столетия думал несколько по-другому, иначе, чем апостол Павел. В любом случае для нас важно увидеть, что на самом деле, понимаете, уже в Новом Завете, уже среди новозаветных текстов, новозаветных авторов, мы обнаруживаем разные, порой взаимно перпендикулярные позиции, потому что люди думали по-разному, и никто из них при всем том не претендует на истину в последней инстанции, это чрезвычайно важно, потому что мы вслед за ранее средневековыми христианскими авторитетами очень любим устраивать такой бойцитат, как это называли марксисты, которые, собственно, у нас этому и выучились, бить друг другу по голове разными вырванными из контекста цитатами из древних текстов, не задумываясь, что же там на самом деле говорилось, о чем речь. Вот надо увидеть, важно увидеть, что в Новом Завете есть несогласующиеся позиции, когда люди видят, как сам Павел выражается, как бы свой тусклое стекло, гадательно, и то, что они видят, они стараются изложить, то, что они понимают, они стараются объяснить, но при этом никто из них не претендует на истину в последней инстанции, иногда они не совпадают друг с другом. И далее еще, видите, здесь апостол Павел говорит о том, что тайна беззакония уже в действии, но она еще не совершается. Тайна беззакония не в том смысле, что она какое-то непонятное и не очевидное, и не ясно, в чем оно заключается. Да ясно, в чем оно заключается, просто точно так же, как тайна спасения. Речь идет о том, что видит только Бог, что прослеживает только Бог. И вот тайна беззакония это в каком-то смысле объективная реальность, с которой людям приходится сталкиваться, точно так же, как и тайна любви Божьей. Ну вот, и дальше апостол говорит, что вот она не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И вот, знаете, я думаю, что если бы апостол Павел знал бы, что мы сделаем с этой фразой, он бы ее ни секунды, ни колеблюсь, вычеркнул бы, потому что она оказалась очень для нас трудной, очень трудной, причем с самого начала. В греческом тексте вообще говоря не очень понятно, то есть даже совсем непонятно, идет ли речь о некоем персонаже, одушевленном человеке, как принято было с самой глубокой древности понимать, что вот некто удерживающий, во многих переводах пишут это слово с большой буквы, что как будто это там, так сказать, занимаемая им должность, временно исполняющая обязанности удерживающего, да, русским царям тоже иногда приписывали подобного рода вещи, но может быть Павел весьма вероятно, не менее вероятно, имеет в виду вовсе не личность, не лицо, не человека, а некоторую силу, то, что противостоит вот этому самообожествлению империи, самообожествлению насилия такой вот тоталитарной власти во всех сферах и торжеству насилия в человеческих взаимоотношениях. То есть, речь, может быть, идет не о том, что есть некий человек, как сказать, из-за наличия которого зло еще не победило этот мир. Ну, то есть, на самом деле, конечно, такой человек есть, и это Господь Иисус Христос. И он один, и больше никто. Поэтому, а автор послания был совершенно несомненно христианином, поэтому он, скорее всего, полагал, можно с уверенностью это утверждать, что единственный, кто препятствует победе смерти над людьми, над миром, над всем, это Иисус. Поэтому, если бы речь шла о человеке, то с высокой вероятностью автор написал бы именно здесь о Христе, как об удерживающем. Возможно, речь идет, повторю, о некой силе, о том, что в мире есть, полагает он, нечто, что тоже действует, даже в первую очередь действует, это важнее, чем антихрист, что действует и не дает антихристу победить. И, скорее всего, это то, о чем шла речь в предыдущей главе, верность и любовь, доверие Богу и стояние в любви. То, что, собственно, и оправдывает христиан перед Богом, то, что, собственно, является наградой, отрадой христиан в Царстве Христа и является призванием, к чему Бог призывает людей. Вот это, собственно говоря, удерживающее нечто, сила, которое не дает злу победить, не дает. Если бы не эта верность христиан Богу, если бы не их стояние в любви и терпение в гонениях, если бы не все это, то зло, хаос и насилие в мире победили бы. И вот это вот царство безумия, обожествляющее саму себя, оно победило бы окончательно, но этого не происходит. Этого не происходит. На самом деле, это чрезвычайно тоже важная вещь. Дальше автор этого послания говорит о том, что вот в это некоторое время откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Ну, видите, если просто прочитать, то довольно пугающие строки. Что значит выражение «убьет духом уст своих»? Это, мне кажется, что почти невозможно рассудить. На самом деле, конечно, в оригинале то у Павла стоит «убьет дыхание» своим дыханием. Речь идет о том, что вот этот беззаконник антихрист, на котором так часто сосредотачивается внимание христиан, что мы в нем находим интересного, стоит ли он того, чтобы так много об этом думать. Большой вопрос. Апостол Павел здесь пишет, что ну, откроется этот беззаконник, но дыхание Христа, то, что жизнь Христова происходит в церкви, то, что его тело и кровь совершаются, то, что действительно дух Христов действует в сердцах людей, вот это истребляет, уничтожает этого беззаконника, и это и есть то пришествие Христова, дыхание Христова, которое победит, истребит этого беззаконника, который приспешник сатаны со знамениями и ложными чудесами. Вот. И дальше мысль апостола продолжается, он говорит о том, что это все ложные чудеса, что на самом деле принципиально приняли или не приняли любовь как путь спасения, любовь друг к другу, и если да, то это значит, что Христос в вас дышит, когда вы любите друг друга, когда вы доверяете Христу в этом, и все, и это убивает антихриста, и это убивает беззаконника, и это освобождает от вот этого кошмара насилия физического и духовного. А если соответственно не идти этим путем любви, не принимать любви для своего спасения, ну да, тогда ты будешь принадлежать этому антихристу. В этом выбор. В этом выбор. И для христиан важно очень увидеть, что выбор-то за нами. Антихрист это не объективное обстоятельство, с которым можно только смириться. Нет, подчиняться ему или нет, это значит, чем мы дышим? Духанием Иисуса Христа или нет? Этот раздел апостол Павел снова завершает молитвой о своих корреспондентах, вероятно, фессалоникийцах, говоря, мы должны благодарить Бога за то, что Бог от начала избрал вас ко спасению и призвал вас к благовествованию. Вот так и стойте, так и стойте. Сам же Господь Христос да утешит сердца ваши. Сам Христос утешит сердца ваши. Апостол говорит о том, что вам дан Христос, вы любите друг друга, вы верите, значит, вы услышали наше благовествование, и Христос с вами. Вот, собственно, это и есть утешение вечное, и он утешит сердца ваши во всяком слове и деле благу. Христос